Привет, маленькие друзья, а также их родители! В нашей передаче самые любознательные мальчишки и девчонки отвечают на вопросы, которые интересны даже взрослым. Что из этого вышло? Смотрите прямо сейчас. Давайте узнавать правильные ответы и учиться вместе. Зачем пузырьки в газировке? Её и называют газировкой, потому что она и газированная. Ну, чтобы попить водички с газиками. Чтобы все пили её. Ну, потому что пузырьки — это газ. Я ещё не задумывался об этом. Ну, чтобы она была вкусная. Некоторые любят газики в воде. Некоторые пьют эту воду с газиками. Чтобы вода была солёная и вкусная. Потому что она шипит и такая газированная. Невкусная она для меня. Потому что она вкусненькая. Ну, вкусно. Виногранная, ягодная, кумичная. Полезная. Да. Когда я её пью, она такая вкусная. До начала, когда я её пью, она... Ну, у неё такой вкус, как будто сгучий. Потому что в ней газики, а она невкусная. Ну, просто, чтобы немного повкуснее, чем обычно. Чтобы за это платили деньги. Ну, когда наливаешь это, как вода, это... Ну, она шипит, когда только что налил. И когда открываешь, тогда тоже она шипит. Буль-буль. Известно, что газированный напиток – это напиток, насыщенный углекислым газом. Зачем это делается? Во-первых, углекислый газ является природным консервантом. На этикетке он обозначается как Е290. И вода, как и любые газированные напитки, газируется для того, чтобы увеличить её срок хранения и иметь возможность транспортировать на нужные расстояния. Во-первых, газирование улучшает природный вкус и запах воды. Так как минеральная вода, добытая из скважины, обычно тёплая, с неприятным запахом и вкусом. Пить в негазированном и неохлаждённом виде её можно исключительно как лекарство. Кстати, холодная газированная вода значительно лучше, чем обычная, утоляет жажду. Кроме того, добытую из скважины полезную минеральную воду нельзя подвергать никакой обработке, иначе все ценные свойства исчезнут. Поэтому для улучшения её вкуса воду можно только газировать и охлаждать. Викторина. Миллион вопросов. Почему на улице мы видим только взрослых голубей? Где их птенцы? На гнёздах, на деревах. Потому что они на вершку, и мама их никогда не выпускает, чтобы их не съели. Потому что они на вершку на самом кушаче, на веток. Потому что голуби прячут свои гнёзда, и, ну, маленькие голуби, они никуда не улетают. А не потому что голуби этой гнёзда улучшатся возле гнёзда? Ну, потому что они там, ну, голуби, плин, в каких-то местах отрозывают птенцов, и они им носят в виду, чтобы с ними ничего не случилось. Они в гнезде сидят, на дереве. Они приносят добычу, там всяких жучков, паучков. То, что они отбирают еду у воробьёв. На дереве делают себе гнездо из веток. Я видел трёхэтажное гнездо. И они там защищаются от кошек. Ну, их могут съесть дикие животные. А некоторые кошки не могут залезть, потому что это дерево вот такое. Они боятся, потому что они укажут, у них малышей. И у них будет, потому что два, и очень жалко будет. Чтобы другие птицы не нашли. Я знаю уже то, что их невозможно поймать. Они странно ходят. Они не умеют летать. Очень высоко у них невинно, потому что птицы, они делают такие гигноты, только поддавши и повыше, чтобы люди не трогали. На деревьях или на крысу дома. Ну, чтобы это не напугать малышей, чтобы они не улетели. И мама даёт птицу, мама даёт червячка. И они кушают. Голуби, в отличие от многих других городских птиц, гнездятся закрыто. В основном на чердаках многоэтажных домов, залетая туда через щели и слуховые окна. Поэтому с улицы о присутствии голубиных гнезд и об их содержимом судить невозможно. Только изредка можно видеть сизаря, который возвращается к строящемуся гнезду с сухой веточкой в клюве. Гнездо у сизого голубя, как и у большинства его родственников по всему миру, небольшая платформа, построенная из сухих веточек, которая не требует значительных усилий. Дикие сизые голуби населяют практически недоступные для людей места. Карнизы и ниши на высоких обрывах, отвесных скалах. По виду летящего голубя невозможно определить, несёт ли он корм птенцам. Оттого так сложно заметить начало того периода, когда у голубей появляется потомство. Развитие птенцов происходит в гнезде. А когда в возрасте около месяца молодые голуби покидают гнезда, их перьевой покров уже практически полностью сформирован. И они очень похожи на взрослых особей. Молодые голуби способны самостоятельно летать и искать корм. Рубрика «Четвёртый лишний». Какое из четырёх слов «лишнее» почему? Слива, абрикос, яблоко, персик. Яблоко. Ананас. Слива. Это что на очищено сладкое? Яблоко. Абрикос и персик. Яблоко. То, что оно... Овощ. Яблоко. Потому что яблоко – это не ягода. Арбуз. Яблоко. Потому что это не фрукт. Потому что он лишний, и он сильно большой, и дорого стоит. Остальные вкусники. Это же не фрукты. Ягоды. Их берут с огорода, а яблоки берут с деревьев. Оно растёт на деревьях. Абрикосы – они такие, исторические. И, по-моему, ананас, не фрукт. Лифте. Потому что в нём косточки, и потому что он среднего роста. Тем, что у персика только одна косточка. Ну, не знаю, это фрукт или не фрукт. Потому что он такой сладкий, и в нём одна косточка. Не надо ничего вытаскивать. Потому что оно на дереве растёт. Потому что хрустит немножко. Редакция программы выражает особую благодарность руководству детского сада номер 26 и его директору Ольге Владимировне Крамор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова